Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. 14-го Тишрея, сегодня у нас 14-е Тишрея, и мы находимся, 20 сентября находимся как раз перед канун Суккота, РФ Суккот. Сегодня вечером наступает Суккот, мы заходим в Суку, в Шалаш, и 7 дней в Шалашах мы выполняем специальную духовную работу, которая называется «Радоваться». Это называется «Зман Симхотейну» – «Время нашей радости». То есть нужно прям сегодня подготовиться и с вечера прям радоваться, радоваться без остановки. Значит, завтра, послезавтра у нас не будет уроков, потому что в праздник нельзя проводить уроки. Вернее, уроки можно проводить в праздник, но нельзя их проводить через интернет, да, нельзя пользоваться электричеством. Поэтому будет два дня перерыв. Для тех, кто живет в разных концах мира, я вам советую, пойдите, найдите в своем городе Суку, придите в Суку и скажите, вот Ицхак нас послал, сказал, в Суку идти радоваться, потому что сегодня Суккот. И, значит, особенно если вы никогда не были до этого в Суке, то вам будет интересно. В каждом, в каждом городе есть, в каждой синагоге есть шалаши, и в шалашах собираются, значит, люди, евреи собираются в шалашах и празднуют, живут там. Знаете, что празднуют, интересно? Празднуют, празднуют жизнь. Вообще жизнь это праздник. Жизнь это праздник. Многие могут сказать, не, жизнь это не праздник, где жизнь праздник. И, действительно, вот меня это очень сильно удивляет, в себе даже, я про себя могу сказать точно, что я иногда думаю, ну вообще, ну в таком раю я живу, да? То есть, если бы я, не дай бог, я когда читаю книги про 100 лет назад, 200 лет назад, даже сейчас я читал книгу, биография Голды Мэйер, как они приехали в Израиль в 20-м году, всего лишь 100 лет назад, представьте, 100 лет назад. Какой был голод, холод, малярия, какие-то, вообще, постоянная опасность, постоянно тебя кто-то хочет убить. Это страшно было, да? Вы не представляете, как было. И думаю, ну почему люди не радуются? Просто вот, просто тому, почему я не радуюсь? Не надо про людей. Просто тому, что ты утром проснулся, тебя никто не хочет убить, у тебя есть еда, у тебя есть горячая вода, у тебя есть интернет, компьютер, все, радуйся, просто прыгай до потолка от радости. И все равно чего-то не хватает. И вот в Суккот мы учимся 7 дней, мы учимся 7 дней радоваться в шалаше, именно в шалаше, чтобы уйти во временный дом. Суккот это одна неделя, в году 52 недели, то есть это где-то 1,50 часть года. Заметное время такое-то, ну немало, 1,50 часть года. И ты живешь, и, ну, и все классно, шалаш, еда, какая-то простая даже еда, чуть-чуть выпить можно, да. И, значит, чем занимаешься? Трясешь, трясешь, есть 4 вида растений, которые нужно вместе собирать. Лулав, итрог. Лулав это пальмовая ветка, итрог это плод дерева такого, похож на лимон, но не лимон, да. Значит, адаса, адаса, это мирта ее называют, ну, кто не знает адасу, он и мирту, может, не знает. Такое вот дерево, где 3 листика есть на каждом, 3 листика, 3 листика, 3 листика, они идут. И, значит, арава ива, все знают иву. И нужно эти все 4 вида растений вместе собрать, связать, и ими трясти вот так. Это заповедь. Значит, очень непонятно, очень непонятно, и нельзя работать. То есть, первых 2 дня нельзя работать, последних 2 дня нельзя работать. А посередине можно работать только из необходимости, если ты там потеряешь деньги. Какие-то есть необходимости. Это называется полупраздничные дни. И что? Что ты должен понять в этот праздник? Вот вопрос. Чему мы должны научиться? Вот чему мы должны научиться? И мы должны все эти 7 дней радоваться. Мы должны научиться радоваться. И нам как раз даны Вот эти вот вещи, да, вот эти вот все элементы праздника, они нам даны для радости. Шалаш. Значит, люди всю жизнь стремятся к безопасности, к стабильности, к надежности. Каждый стремится, чтобы у него было какое-то, знаете, там, откладывая деньги на черный день. Как, знаете, есть известная история, когда пожилой такой старый, старый Рабинович такой встретился со старым-старым своим другом. Одним, ему говорит, вот смотри, мы жизнь прожили, да, мне уже за 70. Я всю жизнь скопил на черный день, говорит, и всю жизнь я копил на черный день, говорит, столько скопил, говорит, ты не представляешь, когда он уже наступит, когда он уже наступит на черный день. Теперь, значит, у Рабиновича, допустим, он не наступил, и он всю жизнь скопил, копил, скопил, умрет, и кто-то эти деньги заберет. А, например, у моей бабушки, которая копила в советское время, потеряла здоровье, работала, копила, 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 скопила какую-то сумму себе на старость. А потом бах, и, значит, Советский Союз, у нее деньги на сберкнижки, все потерялись, представляете? Но и она все равно дожила до 87 лет, и, ну, слава богу, нормально, хорошо дожила. То есть, были бы у нее деньги на сберкнижки, не было бы у нее денег на сберкнижки. И, в принципе, эти деньги, они не поменяли бы качество ее жизни ни на сколько, да, потому что, ну, как бы, жила она и жила спокойно. Всегда было что кушать, была крыша над головой, все. Но человек так устроен, что он стремится сделать себе дом надежный, чтобы в этом надежном доме он, как бы, почувствовал себя в безопасности. А мы же уходим, наоборот, в шалаш. Для чего мы уходим в шалаш? Для того, чтобы в шалаше почувствовать себя в безопасности. Для того, чтобы понять, что если я выполняю волю Всевышнего, так Всевышний обо мне позаботится. В шалаше позаботится, в шатре, в юрте позаботится, везде он обо мне позаботится. Если я выполняю его волю, значит, он обо мне точно позаботится. То есть, где бы я ни был, мне нечего бояться, да. как царь Давид, вот мне эта фраза из его псалма, очень прямо одна из таких ключевых фраз, которая у меня всегда внутри звучит как царь Давид говорил даже если я буду идти он говорит, долиной смерти он говорит, а ничего зла не случится, потому что ты со мной он говорит, я с Богом, я в домике Галиад идет, там двухметровый богатырь с копьем а я значит выйду и скажу Всевышний вот эта обезьяна Галиада, она там против Бога выступает и помоги мне, покрутил, покрутил пращу, камнем этому Галиаду в лоб, подбежал, голову отрезал и говорит, спасибо Всевышний что дал ты крепость моим рукам не то, что я ему голову отрезал а то, что Всевышний дал крепость моим рукам мы тренируемся вот эту неделю живя в сути, вот эта вот вера в Бога когда, что где бы они были, шалаш, дом юрта, в пути Всевышний со мной и это, вот если к этому привыкнуть да, вот моя теща, любимая Раиса Васильевна, значит поздравляю доброе утро и значит где бы они были, особенно вот те люди которые прошли войну, голод и так далее они знают, они знают, что что ты можешь стараться там, думать, что ты все себе организовал, в один момент все рушится, а когда ты идешь полагаешься на Всевышнего, ты где-то остановился у тебя, оп, есть где поспать есть, что поесть понятно, да? это мы учим первое в эти семь дней живя в шалаше второе, что мы учим зачем трясти этими четырьмя видами растений есть, которые говорят объясняют каждый вид растений у него есть объяснение есть объяснение, например, такое что вот этот вот этрок, у него есть и вкус и запах и это это праведники праведники, у них есть и добрые дела и тора то есть они и знают много про Бога, про Всевышнего про душу, про все знают и они много делают добрых дел это как этрок есть лулав лулав это как пальмовая ветка у нее у плодов пальмы есть вкус но запаха нет есть вот это это значит те у которых есть вкус это есть у них тора и нет у них добрых дел есть такие вот они только мудрецы-мудрецы такие все знают прям вообще такие мудрые перемудрые есть и мудрые и перемудрые и хитро-мудрые и и всякие есть, да? но они с людьми плохо относятся к людям и у них в принципе мозги есть но нет у них никто им не хочет помогать у них нет хорошей жизни и так далее это символизирует когда пальмовая ветка что знание есть знание тора есть а а дел добрых нет есть значит ива ива это вообще есть такие люди у ивы нет ни плодов ни запаха то есть она никакой пользы от нее в принципе нет это такие люди которые и про Бога не знают и людям не помогают вот такие вот просто вот ивы такие да ивы теперь значит и когда все это вместе складывается то в единстве в еврейский народ в единстве главное чтобы было единство это такое очень глубокое объяснение а есть объяснение я видел очень простое прям простое значит объяснение звучит так это тоже говорил любая честь рэбе он говорит итрок итрок это говорит Бог как вообще итрок Бог как это можно сказать лулав тоже Бог значит сейчас вы узнаете почему это нельзя вот тут точно нельзя на этом остановиться значит каждое это растение это тоже Бог как он говорит очень просто если Бог сказал что-то сделать и ты это делаешь ты в этот момент соединяешься с Богом через его приказ то есть если ты выполняешь заповедь Бог сказал делай это и ты это делаешь кто сказал заповедь делать Бог сказал ты ее делаешь делаешь значит эта заповедь это твое с Богом соединение то есть это та та трубка тот канал по которому ты соединяешься с Богом это самое простое объяснение и оно как раз и показывает что казалось бы бессмысленное действие четыре растения сложил вместе и ты ими там трясешь по специальной технологии во все стороны света то есть там как есть понятно можно сказать что есть в этом смысл вперед вправо назад влево в четыре стороны света вверх вниз все понятно то есть ты как бы все пространство физическое ты охватываешь но по факту по факту все наши действия в этом мире они служат или трех есть три три есть варианта которые подталкивают человека к которому какому-то действию первый вариант его подталкивает я его я его желание это вот я хочу я хочу то я хочу это я буду делать я не буду делать это человек служит своему я второе это другие люди то есть другие люди тебе говорят дайте пожалуйста это дайте пожалуйста то съезди туда пойди туда принеси то там сделаешь эту работу я тебе заплачу и так далее то есть человека двигают другие люди и третье человека двигает всевышние заповеди всевышнего которые мы знаем через тору значит вот есть три как бы таких основных двигателя у человека другие люди свое хочу или бог теперь человек который двигается по заповеди бога да то он может сказать что ну все я с богом одно целое то есть я с богом одно целое он набирает этим вот эту божественную силу поэтому сукот это время 7 дней набрать вот эту божественную силу то есть если вы заходите в сукку в шалаш надо заходить с мыслью есть даже специальное благословение что благословен ты бог наш царь вселенной осветивший нас своими заповедями и повелевший ли шеф бы сука сидеть в суте и каждый раз когда ты заходишь в сукку ты говоришь эту заповедь и ты попадаешь в другую реальность ты попадаешь в реальность в которой тобой двигает всевышний а раз тобой двигает всевышний значит ты с ним одно целое теперь то же самое благословен ты бог наш царь вселенной осветивший нас своими заповедями и повелевший поднимать лулав да есть благословение на эти 4 вида растений когда ты это говоришь благословен ты бог то есть ты включаешь мы вчера говорили что такое благословение браха это усиление умножения и ты говоришь благословен ты бог наш Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший, и ты выполняешь действия, которые он повелел. В этот момент ты наполняешься вот этим божественной силой, да. В иврите есть очень такое, очень емкое слово, называется рацион. Рацион это желание. Слово рацион, желание, это однокоренное слово со словом ляруц, бежать. То есть то, что заставляет человека бежать, это его рацион, его желание. И когда мы молимся, мы говорим Всевышнему, пусть будет твой рацион, пусть будет воля твоя, чтобы было вот так. Но когда ты говоришь Всевышнему, просишь, пусть будет воля твоя, чтобы там кто-то выздоровел, да, из людей. В этот момент у тебя-то есть желание, чтобы он выздоровел, и у него есть желание, чтобы он выздоровел. И ты вместе с ним, и с собой, и со Всевышним объединяешься в одно целое. Ей рацион Мелефанеха, пусть будет воля перед тобой, ты говоришь Всевышнему, чтобы моя воля, чтобы он выздоровел, и его воля, чтобы он выздоровел, чтобы это сдвинуло реальность, его физическую реальность, его физиологическую реальность, его эмоциональную реальность, все его, чтобы это все сдвинулось, и он вышел из состояния болезни в состояние здоровья. Теперь, когда ты говоришь это, у кого-то вот это вот ей рацион, пусть будет воля твоя, наполнена большой силой. А у кого-то оно силой не наполнено, у кого-то оно пустое. Теперь, а когда ты наполняешься силой вот эту свою связь со Всевышним? Когда ты выполняешь волю Всевышнего? Сделай его волю, как свою, чтобы он выполнил твою волю, как твою. Все. Понятно, да, идея? Теперь, давайте, давайте мы чуть-чуть буквально поговорим о сегодняшнем, сегодняшнем хитасе, да, это книжечка, которую мы изучаем. Хумаш, Пятикнижия, Тора, Хумаш, Тейлим, Салмы и Тания, это самая глубокая книга, рассказывающая о том, как устроены духовные миры. Вот в сегодняшнем выпуске каждый день мы изучаем кусочек маленький, у нас осталось буквально несколько минут, и сейчас я расскажу, тут есть отрывки, опять же, из книги Рэбе, здесь есть 365 размышлений Рэбе. Сегодня очень интересная такая у него идея. Значит, он пишет так, самый важный аспект жизни Бог вручил женщине, представляете? Вот может быть, Рузиль Рафаэлович Галявуддинов, он, может быть, думает по-другому. И я, да, раньше думал по-другому. Почему? Ну, Рэбе пишет вот так, самый важный аспект жизни Бог вручил женщине. И дальше он продолжает. Женщина больше обязана изучать эзотерическую сторону Торы, чем мужчина. Так он так пишет в этой книге. Что такое эзотерическая сторона Торы? Эзотерическая – это внутренняя, глубокая, то, что говорит о духовности, такой, которая, ну вот, высшая такая духовность. Да, это эзотерика такая, эзотерическая. Да, вот так вот женщины. Так что, не знал, не знал. Дальше, в сегодняшней отрывке из Хумаша, значит, рассказывается о благословениях на еврейский народ. На благословения на каждое колено. Маша Рабену перед смертью говорил благословение. И сегодня благословение на колено Леви. Колено Леви. Значит, надо знать, что было 12 колен. 12 колен было, 12 сыновей было у Якова, который получил имя Истраэль, который соединился со Всевышним. И в этом своем соединении он получил имя Истраэль. И у него было 12 сыновей. Значит, интересно, что когда он убегал из дома, от своего брата Исава, который хотел его убить. Представляете вообще, да? Тора, она нам рассказывает такие глубинные сущностные вещи, что было Исав, старший брат, хотел убить Якова. Но откуда это пошло? Первый же человек, Адам Решон, первый человек, у него было два сына. Старшего сына звали Каин, младшего сына звали Эвеля. Каин убил Эвеля. То есть, у него прямо он довел до конца. А Исав, старший брат, хотел убить Якова. А поколение до этого, старший брат Авраама, Ишмаэль, хотел убить кого? Ишмаэль хотел убить Ицхака, своего младшего брата, от другой жены, но они были по отцу братья. То есть, мы видим, что вот эта вот история, когда старший брат хочет убить младшего, она продолжается, ну то есть, это есть, может сейчас старший брат и не хочет убить младшего, но есть у старших братьев, есть, видно, к младшим какая-то природная, вложенная такая, прям, он хочет их воспитывать, может быть, не знаю, почему они хотят так. Ну, в общем, Якова хотел убить Исав, и Яков уходил, убегал он в его родители, послали в семью своей матери, да, Рифки, послали туда Якова, чтобы он там взял себе жену. И чтобы его Исав не убил. Теперь Яков уходит из дома, и Исав шлет своего сына Элифаза, чтобы он догнал своего дядю Якова и убил его. Значит, Элифаз его догоняет и говорит, сказал мне, папа, тебя убить. Яков говорит, слушай, говорит, племянник, как же ты меня убьешь-то, это же, ну, я же тебя обучал, Тори, мы же с тобой вместе росли. Значит, давай так сделаем. Есть такое в Талмуде выражение, бедный, когда у человека ничего нет, он как мертвый, у него ничего нет. Говорит, давай я тебе все отдам, вот тебе вся моя одежда, все, что мне на дорожку дали, деньги, все, все, забирай. И я, значит, остаюсь с голой в рите, считай, что ты меня убил. Скажешь, бросил меня в реку, все, все. И вот он, Элифаз говорит, ладно, все равно думает в рите его, может, крокодилы сидят, может, там, лев, когда он выйдет. Забрал он у него все вещи, приносит папе, говорит, все, убил я его, значит, а что Яков? А Яков голый вылазит из речки, чем-то замотался. И говорит псалом, который потом мы читаем в псалмах царя Давида, этот псалом такой, значит, Широмолот, он говорит, песнь восхождения. Эса Эйнай Эль Аарим, подниму глаза к горам, да, в вышину горам, это имеется в виду ко Всевышнему. Эса Эйнай Эль Аарим, подниму глаза к горам. Мэань Яво Изри, откуда придет помощь моя? Откуда придет мне помощь? Но есть еще здесь второе значение, более глубокое. Мэань Яво Изри, жена для человека, это Эзер Кенегдо, помощник против него. Так он спрашивает у Всевышнего, откуда придет ко мне помощь? Но по тексту этого вопроса, а как я женюсь? У меня ничего нету, я голый. Вообще, как я спасусь и как я женюсь? И сам же себе отвечает, он получает как пророчество. Эзри, помощь мне, мы им ашем. Помощь-то мне идет от Бога. Асэ Шамаем Ваарец, который сделал небеса и землю. Он говорит, чем мне волноваться? Если Бог, он мне дал жизнь, если у Бога есть на меня какие-то планы, значит, мне не надо волноваться, все будет хорошо. И в итоге действительно все было хорошо. Он, когда вылез из этой речи, как-то Тора не рассказывает, как он спасся, где он взял одежду. Но потом ему снился сон «Лестница в небо», где лестница в небо, это ангелы поднимались, ангелы опускались. И одно из объяснений, что ему Бог показал, что все его мысли, слова и поступки, это как ангелы, которые поднимаются, и с неба ангелы, которые опускаются, это те события, которые ему приходят в жизни. И, значит, после этого Яков пообещал Богу, что десятую часть он отдаст ему. Он Богу сказал, если я останусь жив, если ты меня спасешь, если ты меня сохранишь, если ты меня потом приведешь обратно домой к родителям, и все будет хорошо, десятую часть я отдам тебе. И что, когда десятую часть он пообещал отдать Богу, потом у него родилось двенадцать сыновей, и одного сына, колено Леви, он сделал коленом священников. Это не была полностью десятая часть, но нельзя, от двенадцати десятой части это один и два. То есть он не мог дать одного сына и две десятых. Так он отдал одного сына Леви, он отдал, это было колено священников, которые только служили Всевышнему. Интересно, что это колено не было ни рабами в Египте, они отказались работать тогда, они были священники. Они, это колено, никогда не грешило, они все время выступали только за Всевышнего, это колено Леви. Тут благословение, которое дается Леви, это как раз об этом рассказывается, что они будут все время, они потом были, колено, которое служило в храме, они переносили передвижной храм, то есть колено священников, это колено Леви. Это была часть обета Якова, который он выполнил во всем, включая даже одного сына, посвятил служению Всевышнему. Все, поздравляю вот Давида Коста, у него сегодня день рождения, сегодня и у моей жены день рождения, у Рифти, значит, у всех хороших, у многих хороших людей, назовем так, прекрасных людей сегодня день рождения. Значит, я желаю всем, у кого сегодня день рождения, здоровья, счастья, успехов, от всего сердца, прямо от всего, от всего. И, значит, чтобы те, у кого сегодня день рождения, чтобы они сегодня благословляли всех вокруг себя, у них есть сегодня сила, у них есть сегодня сила у тех, у кого день рождения, благословлять. Вообще, сила благословлять есть у всех, но у них есть сегодня очень большая сила благословлять, поэтому мы их поздравляем они благословляют всех кто их поздравляет все дорогие друзья хакса мы сегодня наступает сукот хакса моя хорошего веселого праздника значит можно почитать хумаш хитас можно скачать почитать мы будем прикладывать моему уроку значит смотрите внизу и ссылочка видите ссылочка есть где внизу где можно подписаться на наш телеграм-канал и когда вы подпишитесь на телеграм-канал там все уроки мои других лекторов приходят туда в телеграм с аудио версии с вот будет туда мы будем вкладывать я сейчас попрошу гришу как раз чтобы он туда же прикладывал обязательно хитас то есть вот эту книжечку чтобы он в pdf прикладывал что можно было скачать ее почитать кому-то переслать все значит учим тору дело выполняем заповеди делаем добрые дела всем пока поздравляю с днем рождения сегодняшних именинников те кто родились сегодня поздравляю их родителей их близких мужей особенно жён удачи успехов всего хорошего всего хорошего хаксом и